Мажелесмены выразили обеспокоенность качеством строящихся за счет госсредств школ. Депутат Сартбаев, озвучивая запрос в адрес правительства, также отметил, что новые государственные общеобразовательные школы будут введены в эксплуатацию без соответствующего оборудования. Глава государства в своем послании поручил увеличить количество новых школ до тысячи, напомнил мажелесмен. По закону все дети имеют равные права на образование. Школа обязана создать условия для ребенка. Современным детям интересно учиться в новых пространствах, оснащенных современным оборудованием. А когда учиться интересно, то и успех достигается проще, уверены педагоги. Как считают эксперты, выделяемых государством денег вполне достаточно для того, чтобы построить современную нетиповую школу с новым оборудованием, качественным ремонтом и благоустроенной территорией. Но на деле все не так просто. Выражаем обеспокоенность по поводу качества строительства школ за счет государственных денег. Школы не оснащены предметными кабинетами. Отсутствует возможность организации работы дополнительного образования при строительстве. Министр образования сообщил о строительстве малых модульных школ в селах. Здания такого типа при желании могут быть перемещены. Однако нет информации по обеспечению их безопасности или адаптации регионов к резкоконтинентальным климатическим условиям. И главное, у МОН нет полномочий наблюдать за строительством таких школ. Тревога еще более усугубилась. Во-первых, мы сами убедились в несоответствии между проектом и построенными школами и реальными потребностями жителей. Очевидно, что в густонаселенном районе, согласно прогнозным показателям демографического роста, пришло время строить школы для большого населения по новым типовым проектам. Также есть проблема и с организацией пространства для инклюзивного образования. По идее, родителям надо лишь принести справку, в которой указан диагноз ребенка, а школа обязана обеспечить учебный процесс. На деле все это красиво теория, реализовать которую на практике можно далеко не всегда, считают учителя. Так, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо установить пандусы и лифты. Для детей с нарушениями зрения важно иметь дублирующие таблички со шрифтом Прайля. Ничего этого во многих школах нет. Бауржан Шайхмет, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.